12 дней от Рождества Христова до Крещения. Православные люди празднуют святки. Время, которое дано для радости и общения в кругу семьи. А еще для того, чтобы уделить внимание тем, кто нуждается в нашей помощи. Это время благотворительности и милосердия. Как порадовать людей одиноких и немощных? Во время пандемии и ограничений придумали артисты ансамбля песни и танца казачки Кавказа. Подробности у Светланы Набиевой. Микрофоны, динамики, праздничный наряд. В автобус и по краю. Каледовать, славить Рождество, дарить подарки. Можно вот так, под открытым небом. Здравствуйте, люди добрые, с Рождеством Христовым вас. Примите подарки от ансамбля «Казачки Кавказа». В Доме милосердия села Высоцкая артистам рады. Не часто с такими концертами, а еще и с подарками приезжают к старичкам и старушкам. Вместо большой сцены общий двор. Портрет заменяет крыльцо, амфитеатр и балкон на стульчики из окна. Слушали, смеялись и плакали. Не ожидали, что артисты с таким талантом и огоньком спутались со столичными. Ивочки вообще изумительные. Они правда с Москвы? Мы желаем им здоровья, счастья. Дай Бог всем всего того, что вы нам доставили удовольствие. Сюрприз хороший мне ожидали. Спасибо вам большое, что приехали к нам. Потому что у нас это редкий случай. Ничего, что на улице срывается снег с дождем. Артистов и зрителей греет тепло русской песни. Большой праздник Рождества Христова, когда все калядники ходят с рождественской звездой, поздравляют друг друга и радуются рождению Всевышнего. Поем калядки, конечно, песни традиционные. Поздравляем всех, дарим подарки, радуемся вместе. Когда пели, не замерзли? Да нет, в принципе, мы достаточно часто на улице работаем. Вот уже одежда соответствующая у нас имеется. Платочки теплые, тужурочки. Надо проявлять всегда милосердие, а песня, она всегда лечит. И душу, самую главную душу лечит. Как говорят, душа народа согрета народной песней. Вы почувствовали вот это тепло? Мы увидели эти глаза. Это многого стоит. Хочется сюда вернуться еще раз, потому что мы видим, что мы нужны этим людям. Казачки Кавказа в Исоцком частые гости. Дружат с настоятелем местного храма, протеереем Петром Гриценко. Кстати, дом милосердия принадлежит, содержится и обслуживается местным приходом. Поэтому после концерта на свежем воздухе на церковную кухню лепить рождественские вареники. Сюрпризом. Начиночки у нас обычные. Картошечка с лучком, сахарочек будет на счастье, на сладкую жизнь. Горошек, как нам сказали, это к деткам. И что? И соль. Чтобы жизнь Марине не казалась. Ну да, на труд. Чтобы потели весь год, да. В каждой семье именно так и происходило, что вот лепили вареники и пельмени, и обязательно делали их с сюрпризами. Либо у нас сейчас счастливый пельмень назывался. Бывало, просто с тестом делали, чтобы он полностью из теста был, либо с перцем. Считалось у нас в семье именно, что это счастливый пельмень, что он один должен быть на весь вот этот вот выводок пельменей. Вот, и кто его съест, тот счастливчик. Того удача должна ждать весь год. Святки – это ещё и праздничный стол. Чтобы выйти из рождественского поста, пироги пекут сначала с творогом. Вот такой, чтобы встретить гостей. Зайдут погреться на чай местные казаки. После того, как помогут приготовить двор к крещению. Готовили купель к крещению. Окунаться будете? Конечно. Это традиция. Окунаемся и будем окунаться. Но соблюдение всех мер безопасности нынешнее время. Расстояние, чтобы было между купающимися. Человек должен закалён быть. Потому что любой сквознячок может простудить. А ещё зависит ещё от веры человека, от духа, от насколько он готов. Должен сам человек сам для себя определять. Ну, ещё и с рекомендацией врача. Как показывает практика, богатырей у нас ещё хватает. Ну, это чудо. Как сказать про чудо? Чудо, радость. Великая бога – это радость, это счастье. Вот и всё. Всем счастья, здоровья. Обычно собирались на святки, ходили друг к другу в гости. И за столом пели песни. Тихо пели песни, разговлялись. Длилось это обычно 12 дней. После рождественского сочельника, после 6 января. И в течение 12 дней все ходили друг к другу в гости. Практически эти традиции уже утеряны. Но сейчас пытаемся возрождать. Январь сплошь из праздников. За Новым годом следует Рождество, Старый Новый год. Именно после него, согласно православию, наступает новолетие. И вот рядом совсем – крещение. Основной смысл этих праздников – это прославление Господа нашего Иисуса Христа. Он омыл грех рода человеческого. Вступил в Ваду Иорданскую, пришёл к своему брату Иоанну Крестителю и крестился от него. Тем самым дал возможность человеку избавиться от первородного греха. И вот народ чувствует эту радость пришествия Спасителя и крещения Господня. Он эту ёлку обвешивает игрушками. Где-то подарки, где-то рождественские калядки, где-то застолье. Что-то спечь, что-то сказать. И что-то подарить, какую-то радость. Прийти в гости. Но это не значит – святки кончатся, можно забыть о семье, родных, близких, о радости общения, о тех, кто нуждается в нашей помощи. Потому что святки – хороший старт нового 2021 года. Начало всех наших добрых дел. Светлана Набиева, Дмитрий Скляров, Вести, Петровский городской округ. Продолжение следует...